Сентябрь богат на дни рождения. На минувших выходных городу Одинцову исполнилось 64 года. А 1 сентября Одинцовский историко-краеведческий музей отметил свой 32-й день рождения. Кто был инициатором его создания, с чего начиналась история музея, об этом и не только мы сегодня и поговорим. Здравствуйте, в прямом эфире этого программа «Главная тема». Меня зовут Евгения Августина. В нашей студии директор музея Светлана Геннадьевна Раханова и лектор-экскурсовод Анна Владимировна Солдатова. Здравствуйте. Здравствуйте. А я напоминаю телезрителям, что они могут звонить к нам в прямой эфир и задавать свои вопросы гостям нашего эфира. 8-4-1-2-5-508-86-84. Звоните и спрашивайте. Я уверена, наши гости на все вопросы с легкостью ответят. Давайте начнем с глобального, с истории нашего любимого Одинцова. 64 года он как город. А вот такое ощущение, как будто до этого момента ничего не было. Но на самом деле история-то богатая. Что было до этого, до того, как рабочий поселок стал городом? Началось все вообще с селища. То есть это было даже не село, а селища. Потом уже к веку XIV появилось село. И какое-то время было бы даже два Одинцова. Это было село Одинцова, которое находилось как раз, например, там, где мы сейчас находимся, возле Гребенской церкви. И поселок Одинцова, который образовался вокруг железнодорожной станции. Как раз из поселка Одинцова появился рабочий поселок, и из него, впоследствии, уже город Одинцова. А вот олень на нашем Гербе. Откуда он появился? Я так понимаю, есть какая-то легенда, связанная с церковью святого Артемона, и связывают частично с этим. А вот это легенды или все-таки есть какое-то реальное основание? Ну, то, что церковь была, основание у нас есть. Конечно, мы не знаем конкретно, как она выглядела, потому что, конечно, никаких свидетельств не осталось. Но то, что она была, это точно, что ее построил, сын Артемона Сергеевича Матвеева, Андрея, память по отце, это тоже нам известно. Известно примерно место, где находилась, там, где сейчас Гребенская церковь, опять же. Такой центр села тогда, на самом деле, был. И, опять же, легенда, связанная с оленем на гербе, она тоже... Это, может быть, расскажите нашим телезрителям, расскажите, пожалуйста. Ну, по одной из таких версий, что была построена церковь во имя священномученика Артемона. Как бы у каждого человека был свой святой покровитель. И вот у Артемона Сергеевича Матвеева, который владел этими землями в 17 веке, был святой покровитель Артемон. Мученик такой святой, который, как, наверное, многие святые, умел общаться с животными в том числе. И вот существует такая легенда, что святой Артемон, который жил во времена язычества и проповедовал христианство, он был схвачен римскими легионерами, и олень смог рассказать о этой беде другим христианам. И, таким образом, он был спасен, святой Артемон. И вот считается, что... И даже на иконах его какое-то время изображали вместе с этим оленем. И считается, что, когда стали придумывать новый герб Одинцова в 1997 году, вспомнили эту легенду в том числе и решили изобразить такое прекрасное благородное животное, которое, в принципе, и водилось когда-то в наших лесах. Кстати говоря, всеми нами любимый художник Анатолий Попов даже изобразил ту церковь, о которой мы с вами говорим в музее. Можем увидеть эту работу? Конечно, можно увидеть, но она у нас не в постоянной экспозиции. Но когда она у нас появляется, это сразу можно посмотреть... Новость об этом можно посмотреть из наших страничек и сайта. А вот по поводу еще герба я хотела бы немножко добавить, потому что герб действительно у нас очень красивый. То есть, если посмотреть на другие города, ну, вот, мне кажется, мы выигрываем. И по цвету, и по композиции. Голубое небо, такой вот золотой венок у оленя. Его такая поза. С одной стороны он смотрит назад, а передняя нога у него такая впереди. То есть, он и вперед, и смотрит, и в будущее, и в настоящее, и в прошлое. Мне кажется, легенда очень красивая. И сам герб очень красивый. Запоминающийся однозначно. Да. Город Одинцова отметил свой 64-й день рождения. Праздничная программа была насыщенной, а самой долгожданной ее частью стал концерт группы 312. И, конечно, салют. Внимание на экран. 64 года в статусе города, хотя люди поселились на территории нынешнего Одинцова почти тысячу лет назад. В 1470-й Одинцова становится селом. Конец 19-го века. Вблизи железнодорожной станции появляется поселок, который в 1957-м и получает статус города. Ее зовут Маша, она любит Сашу, а он любит Дашу, и только ее. А еще вся не любит Одинцова. И выпускник фабрики «Звезд 3» Александр Киреев не исключение, признается, это была любовь с первого взгляда. Любой город – это люди, конечно же, в первую очередь. Но когда люди живут в такой красоте, в зеленом городе, в красивом, с чистым воздухом, это как-то можно не любить. Мы родились тут, это наш родной город. Очень классный, молодой. Мы поэтому любим его. Прекрасный город вообще. Все нам нравится, очень здорово. Для детей здесь очень много всяких игр, не знаю, площадок, ну не знаю, зелени много. В общем, классно, все нравится. Потому что я здесь живу. Я здесь закончила школу, стала взрослой. И надеюсь жить всю жизнь. Одинцова за все вообще. Самый прекрасный город на свете. Пока горожане признавались в любви Одинцова, на сцену вышла группа «Город 312». Хиты хедлайнера праздничного концерта зрители и артисты пели вместе. Праздник, посвященный дню города Одинцова, завершился традиционным салютом. В народных гуляниях на четырех площадках на Лазутинке, в Раздолье, УДК «Солнечный» в восьмом микрорайоне и на центральной площади приняли участие более 15 тысяч жителей и гостей города. Анна Владимировна, ну, Светлана Геннадьевна сказала, за что она любит Одинцова, за что его любите вы? Ну, тоже город, в котором я живу с рождения. Я в нем не родилась, но с самого детства здесь и училась здесь. И надеюсь дальше здесь жить, работать. Как раз я, в принципе, и пошла в наш местный музей на работу, чтобы как-то помочь даже городу, возможно, чем-то этим, нашему музею. Мне кажется, у каждого музейного сотрудника есть какой-то, да, любимый период истории, да? Ну, вот в данном случае вы работаете в Одинцовском историко-кореведческом музее, соответственно, история Одинцова. Вот какой период наиболее интересен? Ну, наверное, период как раз кирпичных заводов, то есть конец 19 века, когда тут работал завод Якунчикова, который был крупнейшим тогда еще в поселке Одинцова. Ну, меня просто привлекает, в принципе, вся эта история, история рода Якунчикова, которая очень богата, интересна. И, в принципе, сам период, можно сказать, в всероссийской истории, это тоже для меня очень интересно. Вот мы сейчас к этому еще вернемся. Геннадий, как вам праздник, как вам День города? Мне очень понравился. Ну, во-первых, у нас был перерыв в прошлом году, и поэтому все соскучились по массовым таким мероприятиям, радостным, веселым. Столько коллективов, столько мастер-классов, в столько вкусных каких-то рядов, где можно было полакомиться. Ну и салют, конечно, салют великолепен, прекрасный, чудесный. Хочется надеяться, что 65-ю годовщину будет встретить, наверное, еще масштабнее, но уже такой юбилей. А если возвращаться к теме Якунчикова, говорят, с одной стороны, он создавал рабочие места, а с другой стороны, да, ходят слухи, что работали преимущественно приезжие люди, что где-то он недоплачивал, был такой достаточно жесткий, ну, говоря современным языком, работодатель. Каким был, на самом деле, Якунчиков? Ну, он был человеком очень строгим, об этом точно известно. Его многочисленные дети говорили о том, что в семье были довольно-таки порядки суровые, что он был человеком очень внимательным ко всем, очень требовательным во многом. Но, несмотря на это, он очень любил музыку, и, как известно, что Московская консерватория в многом существует, именно благодаря его пожертвованиям, его вложениям. Ну, наверное, был, как мы все, таким человеком неоднозначным, я думаю, кажется, нельзя человеку сказать, что он был либо таким хорошим, либо плохим. Мне кажется, сложной личностью, но как бы его вклад, опять же, в консерваторию, в мировую культуру, в культуру России нельзя недооценить. И, наверное, Стан Геннадий подтвердит как руководителя, а вот дисциплины не будет, и все разбегутся. Да, ничего не будет. И надо сказать, что образование у Якунчикова было блестящим. Он пять лет учился в Лондоне, он владел иностранными языками, и не одним. По некоторым данным, на трех он вообще, так сказать, был, они были практически для него родные, и на двух он читал и говорил. Вот, поэтому сейчас, даже в наше время, не каждая семья может отправить ребенка учиться в Лондон, чтобы он освоил такое количество предметов и говорил на стольких языках. Ну и, конечно же, то, что Якунчиков очень нежно относился и к художникам, и к музыкантам, это абсолютно точно известно, потому что одна из ввод дочерей стала не просто женой, но еще и музой великого русского художника Поленова. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире 8495-508-86-84. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Ольга. Ольга, очень приятно задавать ваш вопрос. Я бы хотела сказать очень много приятных, хороших, добрых слов в адрес нашего Крыльевического музея. Я как учитель и классный руководитель привожу туда своих детей. Каждый практически год стараюсь организовать туда экскурсии. Это всегда незабываемо, это всегда очень интересно. Это новая экспозиция, это, казалось бы, Крыльевический музей районного масштаба, но насколько он интересен, самобытен и удивительный. Я бы хотела это отметить. Большое спасибо сотрудникам ее семьи. Очень здорово, что в музей приходят молодые, талантливые, образованные люди, такие, как Анна Солдатова. Огромный ей привет. Ольга, скажите, пожалуйста, какая часть экспозиции нашего музея вам нравится больше всего? Вы знаете, была совершенно удивлена выставкой керамики из Ростов. Вот такое увидеть можно редко где. А в нашем музее можно. Замечательная была и выставка, замечательная была совершенно неподражаемая. Очень нравятся выставки наших агинцовских художников, особенно Попова, который очень много исторических моментов показывает на своих полотнах. Вот в адрес музея только самые хорошие пожелания и самые хорошие впечатления. Спасибо большое вам за звонок. Напоминаю, мы в прямом эфире. Звоните 8495 508 86 84. Мы немножко забегаем вперед, но я думаю, что раз зашла речь о выставке из Ростов, давайте о ней расскажем, что это за выставка, как долго она еще будет в музее, чтобы телезрители, которые заинтересовались, могли прийти и ознакомиться с экспонатами. Это тот случай, когда хочешь сказать, вот действительно, лес рук. Давайте, Анна. Да, это выставка, которую мы открыли еще в начале лета, и недавно мы объявили, что мы ее продлим до 20 января следующего года. Пользуясь спросом. Да, и пользуясь спросом, удалось уговорить, скажем так, художника, мастера немножко предоставить свои экспонаты на более долгий срок. То есть у нас почти есть 5 месяцев, чтобы успеть эту выставку. На выставке у нас представлены работы керамистов Николая и Ларисы Любимовых. Это, наверное, мастера такого уровня, который сейчас встречается очень редко. Николай Любимов, он реставратор керамики. То есть он даже не как, он скорее как ученый. То есть он делает не просто израццы, он делает реставрационные копии для восстановления израццового убранства на очень многих памятиках архитектуры. То есть это все повторено с абсолютной точностью, исторической достоверностью по тем же составам, по тем же химическим формулам, которые были в древности. Он пытается все это воссоздать. В том числе он работал много лет как реставратор Нового Русалимского монастыря, для Воскресенского собора. Делал израццы такая колоссальная работа, работа всей его жизни. На самом деле можно очень долго перечислять те места, в которых он успел поработать как реставратор. Приходите на выставку, все увидите своими глазами и узнаете гораздо больше, чем сейчас можно в эфире рассказать. А вот давайте теперь перейдем к самому главному, к истории создания самого музея. 32 года появился назад музей. Как родилась идея, кому она принадлежит? Ну, когда мы начинаем экскурсию, мы практически сразу говорим слова благодарности первому нашему директору Пузатикову Александру Андреевичу. Удивительный человек, несмотря на то, что он не родился в городе Одинцово и приехал в наш город уже взрослым и достаточно состоявшимся человеком. Фронтовик, который прошел всю войну, дошел до Берлина, закончил свою военную деятельность в чине полковника. Казалось бы, можно уже отдыхать, но он вспомнил свою давнюю мечту, он хорошо рисовал с детства, и он пошел и сел за парту вновь. Уже взрослым, еще раз говорю, состоявшимся человеком. Это непросто, конечно. Это непросто, это даже сейчас непросто, а в то время после войны это вообще очень тяжело. И отучился пять лет в институте и получил диплом учителя черчения и рисования. И с этим дипломом он отправился в школу номер одиннадцать, где, собственно, стал преподавать и создал сначала кружок. Он больше был посвящен историю войны, потому что война еще была не так далеко. Если я не ошибаюсь, именно солдат, которые вековечны на Вечном огне, на память от Вечного огня, были восстановлены в том числе благодаря ему. В том числе, да. И сначала это была в основном у него военная тема, так как он был человек военный и фронтовик, и это было ему очень близко. А затем он настолько увлекся уже краевидением, изучением нашего края, что мы до сих пор к книгам, которые были изданы под его руководством, это наше пособие, самое первое пособие. И мы до сих пор это все читаем, цитируем и видим, что это не просто было мифотворчество, а это все на документах. То есть он везде пишет, откуда он это взял, почему это именно так, а не иначе. То есть архивная работа проведена была просто огромная. Просто огромная. Поэтому он, конечно, наш герой. А вот так за эти 32 года как менялся Одинцовский музей? Вот начиналось, да, ну, грубо говоря, со школьного музея. Появился школьный музей, абсолютно верно. Сначала это был школьный музей, затем экспонаты появлялись новые, появлялись новые какие-то... Когда переехал в здание рядом со станцией, в контору? Вот, вы знаете, сейчас вам точную дату не скажу. Вот не могу сказать. Я просто помню, что это, опять же, на моем веку в здании музея была библиотека детская недолгое время. Скорее всего, я думаю, что она выехала и сразу въехала в музей. Я думаю, это было так. Вот, затем на первом этаже это были коммерческие помещения, на втором этаже был музей. И вот 7 лет назад здание было отремонтировано, у нас появились новые площади, и полностью уже занял музей. То есть полностью... И нам уже мало. Вот хотела спросить, сейчас хватает этих площадей? Нет, не хватает, катастрофически не хватает. Во-первых, наш музей бесконечно уникальный. Я это повторяю все время, потому что наш музей, вся его коллекция, она на дарении. Все уникальные экспонаты, которые у нас есть, которые мы сейчас заносим уже в каталог экспонатов РФ, Российской Федерации. Госкаталог. Чувствую, какое-то слово не то. Госкаталог. Мы заносим эти экспонаты уникальнейшие, просто уникальнейшие. Вот расскажите о них. Они всех абсолютно дарены. Это, конечно, коллекция Ивана Ивановича Дубасова, которая была подарена Пузатикову, этого великого и чудесного человека, главного художника, госзнака. Житель города Одинцова. Да, он родился и практически всю жизнь прожил в Одинцово. Прожил длинную, такую красивую жизнь. Мы все мечтаем, чтобы о нем сняли фильм, потому что судьба его действительно уникальна, просто уникальна. То есть человек, который всю жизнь был художником и, казалось бы, что может быть, какая профессия может быть такая мирная и спокойная, но у него была высшая степень секретности. Госзнак. Да, госзнака. Главный художник госзнака. Ну и, конечно, кто жил в советском периоде, очень любили его творчество, особенно когда мы получили стипендию, зарплату, премию, вот так как он был автором всех советских денег. Рисунка. И его творчество 100% знали все. Да, знали все и очень любили. А вот немножко вернемся, наверное, опять к Якунчику. Вот само здание, в котором находится музей, оно же само по себе экспонат музейный, если так можно говорить, про архитектурное строение. Это была главная контора Якунчиков. Вот что там находилось? Сам Якунчиков там работал. Что было? Да, там была контора. Это было место, откуда шло управление всем заводом. Как и завод был очень большой, самый крупный у Одинцова. В принципе, какое-то время был почти одним из крупнейших во всей области московской. Ну, сам Якунчиков, вероятно, там не находился постоянно. У него было несколько заводов в разных частях, и Москвы, и Подмосковья. И, конечно, он, скорее всего, проводил в своем городском доме в Москве, либо в Веденском, где у него была усадьба. Опять же, это вот возле звени города место. Ну, в этой конторе, скорее всего, был управляющий. Вероятно, Якунчиков туда приезжал. Мы там знаем точно. В принципе, сохранились воспоминания одинцовцев, которые говорили о таком большом съезде, куда приехал вот все-все-все владельцы завода, в том числе Якунчиков. Ну, вероятно, на первом этаже как раз были здания, было помещение конторы. А на втором этаже жил управляющий. Ну, как мы можем предполагать, потому что, конечно, сживение никаких конкретных планов, фотографий у нас не сохранилось. И очень жаль, потому что та уникальная установка, которая была в этом здании, она практически сейчас утеряна, и мы пытаемся немного ее воссоздать в одном из залов музея. У нас есть контора Якунчикова, один из таких, на самом деле, интересных, один из самых привлекающих внимания залов, где у нас стоит мебель того периода, которая могла бы находиться в этой конторе изначально. Первого сентября, как мы уже сказали, Одинцовский историко-кривический музей отпраздновал 32-й день рождения, теперь уже в официальном статусе государственный. Мы узнали, какие подарки ждали сотрудников и посетителей в праздничный день. Давайте посмотрим наш сюжет. Это две работы с пленэра Одинцовского, вот эти три дня, когда мы все вместе выходили, рисовали, писали, правильно говоря, писали. Это еще один раз мой двор, это уже вечерняя зарисовка, не прям, что уже сумерки, но уже солнышко начало усадиться. А сколько времени ушло у тебя примерно на эти работы? Пленэрные самые быстрые. Храмы и памятники, густые леса и уютные зеленые дворы. Город Одинцово многолик, тем и прекрасен. Это наглядно продемонстрировало Александра Будаева в разных техниках и форматах. Здесь и тушь, и акварель, и даже маркер. Столько зелени, столько пейзажей. Прямо-таки, причем мы берем не только Одинцово, но и Одинцовский район. Уж там много всего. Любит работать на природе. Все достопримечательности рисовать интересно, но сложно. А на пленэрах так и вовсе сосредоточиться непросто. Но юных художников сложности не пугают. Как доказательство, выставка их работ, которая открылась в Одинцовском музее ко дню его рождения. Наши художники показали, как они видят наш город, что они к нему чувствуют. Здесь не только наши Одинцовские зарисовки. Здесь мы еще были в Каринском, нас туда приглашали. Наши дети туда тоже ездили, там рисовали. Некоторые люди есть оттуда. Здесь представлены работы детей от первого до пятого включительного класса. Нам очень нравится именно музейный уровень этих работ. Ребята бесконечно талантливые, чудесные, волшебные. Наконец, нас выпустили друг к другу. И поэтому мы совершенно радостно делаем эту выставку и открываем новый учебный год именно работами молодых талантливых художников. Теперь в Краевическом музее жители и гости округа могут не только узнать историю Одинцовской земли, но и полюбоваться ее красотами. Представить свои работы на обозрение широкой публике важна часть образовательного процесса. Выставки работ учащихся у нас в школе экспонируются круглогодично. Но там действительно мало посетителей. В основном они учатся на работах друг друга и не более того. А вот выставить для того, чтобы и жители нашего района посмотрели, и гости, приезжающие сюда на работы именно детей, как они развиваются, как они любят свой город. А еще эта выставка – подарок Одинцовскому музею на день рождения. Символично, что именно накануне праздника он получил официальный статус – государственный. И это еще один подарок. Музей приобрел статус государственного музея. Мы вошли в реестр государственных музеев. Для нас это новый этап. Для нас это новая вершина. Мы очень горды. В качестве подтверждения статуса работники музея в торжественной обстановке получили удостоверение. Впереди много работы, выставки, презентации и, конечно, экскурсии. Двери Краевического музея всегда открыты для всех любителей истории и не только. В прямом эфире ТВ программа «Главная тема» сегодня в центре нашего внимания Одинцовский историко-креевический музей. Мы вас поздравляем, наверное, в первую очередь с официальным статусом государственного. Расскажите, пожалуйста, что после получения этого статуса изменилось в жизни Одинцовского музея? Ну, вот глобально пока еще перемен мы не чувствуем особо. Вы к этому долго шли, насколько я знаю. Да, мы просто к этому долго шли, это действительно. Нам был очень важен вот этот статус, потому что теперь мы можем участвовать в межмузейных программах, мы можем подавать заявки как музей, государственный музей, на какие-то гранты, на какие-то конкурсы. И это, в общем, вселяет надежду, что, может быть, мы еще и победим, не только подадим. Вот, теперь в Одинцовском округе четыре музея. То есть это тоже у нас. И у нас прекрасные коллеги. Это из Венигородского музея, музей в Везюмах, и в Дютиковом музее. Мы теперь официально на равных, так скажем. Да, мы официально на равных. Да, официально на равных. И нам это очень приятно, очень нам это важно. Ну, наверное, это нам даст большие силы, больше вдохновения. Хотя мы уже и так хороши. И телезрители, между прочим, это подтверждают. То есть это не только слова сотрудников музея, это еще и посетители свои отзывы оставляли вот прямо сегодня в прямом эфире. Но главное, наверное, богатство любого учреждения. Вот мы видим, часть сидит здесь, она владеет, это сотрудники музея. Светлана Геннадьевна, расскажите, пожалуйста, о тех, кто работает в музее, кто Одинцовцам и гостям нашего города рассказывает об истории. Сотрудники у нас прекрасные. Я уже говорила об этом не раз, и мне не лень повторить вновь, что во время пандемии мы научились смежным профессиям. Мы теперь умеем снимать ролики, мы их умеем озвучивать. Мы умеем накладывать текст на изображение. И кто подписан на наши странички, они точно знают, что каждый день, каждый день абсолютно у нас выходит обязательно либо новость, либо ролик, либо новость и ролик вместе. То есть все время у нас идет такая онлайн-работа. Я надеюсь, что, конечно, вот совсем в онлайн, как это было раньше, мы уже не уйдем никогда. Но, тем не менее, этот опыт, который мы приобрели, пока были на удаленке, он тоже никуда не денется. Мы теперь большие любители и сами поснимать, и сами порассказывать про наши экспонаты, и рассказать про историю нашего города, и про наших жителей, и про улицы про наши, и про наши новости, музейные и немузейные. Потому что, конечно, историко-краеведческий музей – это музей про нас с вами. Вот мы уже поговорили про две экспозиции, которые представлены. Это изразцы, да, и детская школа искусства классика. Какие еще экспозиции можно сейчас посмотреть в музее? Так, ну всего у нас сейчас как раз три выставки, две уже упомянули, и третья выставка, она как раз открылась совсем недавно, приурочена была к выпуску альбома, о котором мы еще поговорим в дальнейшем. Эта выставка – это часть проекта «Царская дорога», проекта Одинцовского отделения Союза художников Подмосковья. «Царской дорогой» называли «Рублево-Успенское шоссе», поскольку именно по этому тракту все наши правители, все наши цари из Москвы путешествовали в Савино-Старжевский монастырь из Венигры. Сейчас ситуация примерно такая же. Да, и ситуация такая же, поскольку вдоль этой дороги находились самые прекрасные усадьбы, самые прекрасные храмы, чтобы встречать государя при его пути. И цель проекта «Царская дорога» была в том, чтобы помочь художникам как раз изобразить все эти красоты нашего края на своих полотнах. И вот в этом году художники ездили в село Успенское и как раз сам Савино-Старжевский монастырь, и итог их работы можно увидеть в нашем музее. То есть все эти работы, в основном, этого года, то есть абсолютно свежие, скажем так, их еще публика широкая не видела. И вот опять они изображают такие самые известные, наверное, уголки села Успенского и монастыря. У каждого художника, скажем так, свой стиль, свой взгляд. Очень интересно можно прийти сравнить, кто в каком облике представляет себя. Кто как видит. Да, кто как видит. Это интересно, что эти картины создавались буквально бок о бок. То есть они сидели вместе при одном освещении, одной погоде писали. Но вот как по-разному каждый увидел это здание или этот вид. А, Сангелья, что у вас за альбом? Это он. Да, это он. Прекрасный наш альбом, который выпущен Комитетом по культуре и администрации Одинцовского округа. И я хочу сказать огромное спасибо председателю Комитета по культуре Ватруниной Ирине Евгеньевне, потому что она совершенно неравнодушно к этому отнеслась, курировала этот альбом. И он вышел совершенно великолепно. Это просто удивительное издание, которое можно листать, можно дарить, можно на него смотреть и получать бесконечное удовольствие. И, конечно, я хотела сказать большое спасибо Винтер Ольге Вальдемаровне, которая является председателем Одинцовского отделения союза художников в Подмосковье. И, конечно, огромные слова благодарности, приветы и низкий поклон художникам, которые, собственно, и есть герои этого альбома. Я предлагаю телезрителям, наверное, не только послушать нас, ну и посмотреть наш репортаж с открытия выставки. Одинцовская земля подарила нам не только известных писателей, драматургов и актеров. Здесь создавали свои картины Левитан, Жуковский и не только. И сегодня знаменитые звенегородские пейзажи находят отражение в работах Одинцовских художников. Комитет по культуре вышел с инициативой издать альбом их лучших работ. Я невероятно горжусь этой работой. Она очень красивая, она очень талантливая. В нее вложено много труда и дизайнеров, и редакторов. И работы по-особенному у наших художников выглядят в этом альбоме. И мы хотели, чтобы он стал особенным, потому что он первый. Презентация альбома прошла в Одинцовском историко-краеведческом музее. Для каждого художника выделен раздел, где представлены краткая биография и произведения Одинцовских жилописцев, графиков, скульпторов и мастеров декоративно-прикладного искусства. С каждой картины связана своя история. За мной вот этот храм. Это Большевиземский храм. Превраженский. Это с первого нашего пленера «Царская дорога», который был в 2016 году. У нас был пленер. И мы ездили по нашему району. Это Усово, это Успенское, это Уборы. Там писали вот храмы. Я очень рада, что наконец-то на нашей Одинцовской земле скажем оценен труд наших художников. Художников, ну скульпторов, художников, керамистов, всех, кто приобщен к изобразительному искусству. Содержание важно, безусловно. Но еще важна и внешняя, эстетическая часть. Над этим пришлось хорошенько потрудиться дизайнеру Яне Плющевой. И маловажным было выбрать и переплет. Он у каталога классический, твердый, достаточно редкий, так называемый, переплет номер пять. Используется в каталоге еще и ткань, которая натягивается как бы на саму книжку, на свой альбом. И она как бы, ну делает особенным, да. Все-таки каталог, он лучше выглядит. И мы постарались, чтобы, ну, для каталога выбрать самые такие классные материалы. Для творческого человека очень важно быть признанным. Не потом, не когда-то, а сейчас, в тот момент, когда он создает очередной шедевр. Поэтому для местных художников возможность разместить свои лучшие работы в этом альбоме уже признание. Ну, кроме... Мы поговорили с вами, так скажем, о временных экспозициях, правильно? Есть еще экспозиции постоянные. Что могут увидеть посетители музея? Постоянные экспозиции какие? Ну, это наши любимые экспозиции, которые всегда с нами. Это, во-первых, кабинет управляющего конторой. Мы там что-то добавляем, что-то добавляем, потому что документов, как вообще выглядели конторы, не только наши конторы, а вообще, как выглядели конторы, никаких не сохранилось. Никаких фотографий на сегодняшний день мы не нашли. Поэтому наша фантазия тут дает нам возможность... Немножко разгуляться. Да, разгуляться. Абсолютно верно. Конечно, совершенно любимый наш зал археологии с нашими артефактами чудесными, которые как раз нам достались от нашего первого директора Пузатикова, который вот мы сейчас экспонируем. Это то, что было когда-то найдено на Одинцовских курганах. Еще, как мы теперь говорим, в конце прошлого века. Звучит солидно. Это, конечно же, наша любимая изба, которая красочная, чудесная, с все время пополняющимися какими-то удивительными предметами, где у нас проходят и мастер-классы, и экскурсии, и лекции. И даже у нас однажды там был маленький спектакль для детишек. Поэтому она тоже живет своей жизнью. Еще надо дорабатывать. И еще у нас есть куда стремиться и куда развиваться. Это, конечно, зал ремесел. Потому что все, что там сейчас экспонируется, это уже ничего не существует и не работают. Не работают эти фабрики, не работают эти артели. Ничего этого не существует. И наша любимая шиховская гитара, которая сопровождала всех туристов, бардов, и три аккорда любимых, как, собственно, очень многие мои ровесники делали именно на шиховской гитаре. Вот это тоже теперь уже история. Теперь этого тоже ничего нет. Залы на втором этаже, это театр, наш любимый дачный театр. Мы тоже стараемся его, чтобы он жил. Мы что-то добавляем, что-то убираем, чтобы все время люди, которые к нам приходят, чтобы они с историей дачных театров все время что-то новое узнавали. Потому что музей у нас, конечно, не лувр, но нет у нас только площадей. Поэтому мы все время что-то пытаемся оживить экспозиции, о чем, собственно, сразу же сообщаем на наших страничках, чтобы те, кто не знал, чтобы увидел. Ну и, конечно, военная тема. Ей посвящена у нас и уличная экспозиция, и залы на втором этаже. Мы стараемся, чтобы это было все тематически, чтобы дети, которые приходят, чтобы у них не было хаоса в голове. И поэтому мы в основном говорим о тематических экскурсиях. Ну и вот совсем недавно наши молодые сотрудники разработали квест, военный квест. Мы его уже опробовали. Он у нас получился. Все, кто его проходил, остались абсолютно довольны. Поэтому, если есть желание, возможность, пожалуйста, приходите, записывайтесь. А вот какой режим сейчас посещения Одинцовского музея? Живем в непростых условиях, все быстро меняется. Когда и как можно посетить, при каких условиях музея? Режим у нас остался прежним. На сегодняшний день мы работаем в штатном режиме. То есть музей открывается в 10 часов и закрывается в 5 для посетителей. У нас проходит дезинфекция каждый час. У нас работают специальные аппараты, которые обеззараживают воздух. Но тем не менее, на входе мы можем попросить вас измерить температуру. Это займет одну секунду. И вход строго в масках. А я уже сказала в начале программы, что сентябрь месяц богатый на дни рождения, день рождения города Одинцова, день рождения Одинцовского историко-кроведческого музея и день рождения его замечательного директора Светлана Геннадьевна. Светлана Геннадьевна, мы вас от души поздравляем. Желаю вам процветания. Развивайтесь. Развивайте ваш замечательный музей. Крепкого-крепкого здоровья. Спасибо, что сегодня вы были с нами. Спасибо большое. Всем также желаю здоровья и успехов. Анна Владимировна, спасибо большое, что тоже пришли к нам сегодня в студию. Приходите еще. И спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на ОТВ. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok